Всем привет! На связи школа English Show. И сегодня, друзья, мы поговорим о Павле Дурове, а точнее, о достаточно нашумевшей ситуации, которая произошла с Павлом и с журналом Forbes, и другими журналами, которые неправильно перевели его фразы с английского на русский, а также о секретах его успеха. Мы разберем на детали крутые слова и фразы, которые он использует у себя в Telegram-канале, и узнаем у него, как довести английский до совершенства. Если вы все еще не подписаны на наш канал, то самое время это сделать. Поехали! В начале декабря 2020 года Павел заявил, что его высказывания, сделанные на английском языке, часто переводят некорректно, как будто бы используя онлайн-переводчик, который, конечно же, не может перевести достаточно сложное предложение. Ну, по крайней мере, пока искусственный интеллект не развился достаточно и не поработил всех нас, жалких людишек. Хотя в этом году нам достаточно потрясений. Согласны? Вот цитата из поста Павла. Например, русский Forbes перевел мою вчерашнюю фразу о богатстве «Однако это никогда не было тем, что делало меня счастливым», как «Однако это никогда не делало меня счастливым». А ведомости и вовсе, как «Однако меня это никогда не радовало». Менее авторитетные издания пошли дальше и вынесли некорректный перевод в заголовок. Или «Дуров признался, что миллиарды долларов не сделали его счастливым». Изначальный смысл, который заключался в том, что я был и остаюсь счастливым, но вовсе не по причине наличия средств на банковском счету, стал почти противоположным. Согласно этим изданиям, я был несчастным и даже миллионы не спасали. Павел Дуров. Начнем с фразы, упомянутой Павлом. «Однако это никогда не было тем, что делало меня счастливым». По словам Павла, русский Форбс перевел эту фразу как «Однако это никогда не делало меня счастливым». Опираясь на этот перевод, выходит, что Павел не был счастлив, причем никогда. На самом же деле, фраза означает «Однако не это сделало меня счастливым». На мой взгляд, перевод Форбс логичен, ведь в нашем обществе давно ставят деньги во главу угла. Что думаете? Напишите в комментариях. А пока давайте разбирать это предложение по порядку. Слово «however» означает «однако». Однако. Фразу «this has never been» и, правда, можно перевести как «этого никогда не было». Это никогда не было настолько очевидно. Но в нашем случае важно прочитать не часть предложения, а фразу целиком, чтобы не исказить смысл. Фраза продолжается так. «What made me happy?» «Что делало меня счастливым». «It made me happy». «It made me happy». «Это делало меня счастливым». Складывая две части, мы видим, что это было не то, что делало меня счастливым. Значит, счастливым Павла делала что-то другое. Но, слава богу, все-таки было это что-то. На одном этом примере с Дуровым видно, что онлайн-переводчики легко искажают смысл сказанного. Если вы летите за границу в надежде, что онлайн-словарь вас спасет, то не тут-то было. Вы вполне можете попросить засунуть вам кусок хлеба в рот, вместо того, чтобы попросить показать вам дорогу до отеля. Чтобы с тобой такого не случалось, тебе уже сейчас нужно начинать общаться с носителями языка. «Где это сделать?» — спросишь ты. В «Нейтив Шоу», — отвечу я. «Нейтив Шоу» — это проект, в котором за 15-20 минут в день и всего по цене одной чашки кофе в день ты создаешь разговорную среду у себя в телефоне. Каждый день ты сможешь общаться с носителями, проходить тесты, добавлять слова в словарик и многое другое. А два раза в неделю ты будешь созваниваться с носителями по видеосвязи и обсуждать насущные темы. Интересно? Пробная неделя по ссылке в описании. Переходи скорее, пока другие не заняли твое место. В целом, это была основная претензия Павла. Но не спешите выключать это видео, ведь в творчестве Дурова есть очень много цитат, которые прокачают ваш английский. Дальше мы рассмотрим секреты или правила успеха, которые Павел недавно опубликовал у себя на канале. Давайте разберем некоторые из них. Павел говорит. Вам нужно стать профессионалом в том, что вы любите, и это сделает вас намного счастливее. Сложно с этим не согласиться. О сокращении PRO вы, скорее всего, уже знаете. Ну, это то сокращение, которое использует Apple в тех телефонах, которых у вас никогда не будет. Это сокращение от слова Professional. Профи. Профессионал. A pro. A pro. Профессионал. Путаница возникает со словами what и that. Ведь оба они переводятся как что. Обычно what мы используем в вопросах, в то время как слово that никогда не будет вопросительным. What did I do that was so wrong? Что я сделала такого плохого? В утвердительных предложениях слово what опустить нельзя. Ведь мы исказим смысл. He said, I know what he said, bud. He said, I know what he said, bud. Он сказал, я знаю, что он сказал, приятель. А вот если мы опустим слово that, смысл никак не изменится. He told me that his friends wrote Casablanca. He told me that his friends wrote Casablanca. Он сказал мне, что его друзья написали Casablanca. Теперь вы знаете, как проверить себя, чтобы не запутаться. Слово happier образовано от прилагательного happy. Это его сравнительная степень, как в русском. Счастлив, счастливее. Happy, happier. А слово much усиливает его. Намного, намного счастливее. Much happier now. Much happier now. Намного счастливее теперь. Далее Павел дает вот такой совет. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь. Не ищи идеальной диеты. Ешь только натуральные овощи, фрукты и пей воду. Боже, неужели Павел сыроед? В данной фразе используется прекрасный фразовый глагол Look for. Искать. Если вы его еще не знаете, то продолжайте смотреть. Look for anyone you don't recognize. Look for anyone you don't recognize. Ищите кого-то, кого не узнаете. Третье и наше самое любимое правило на пути к успеху от Павла Дурова. Учи иностранные языки. Это расширит глубину восприятия мира и откроет невиданные перспективы для обучения, развития и карьерного роста. И снова преследующие нас фразовые глаголы. Open up. Открывать. Сказать просто open мы тут не можем, потому что в данном случае имеется в виду создавать, находить новые возможности. А в каком значении используется глагол open up в данной фразе? He just opened up more. He just opened up more. Подумали? Тогда попробуйте написать правильный вариант в комментариях. Первое. Он просто открылся больше. Второе. Он открыл вверх чего-то больше. Третье. Он просто отворил крышку побольше. Четвертое. Он просто открыл больше. А так как сегодня у нас день глаголов, и мы надеемся, что вы уже смирились с этим, разберем глагол expand. Расширять. Расширять можно в размерах, количестве или даже важности. Запомнить слово просто по ассоциации. X. Представляем кого-то из людей X. Например, росомаху. E-pend. Panda. Представляем ее. Далее совмещаем их в один образ, добавляем туда значение слова expand. Расширять. Выходит, что росомаха настолько суровый, что расширяет панд. А каким способом он это делает? Это вы уже напишите в комментариях. Expand my vocabulary. Effectuating. Expand my vocabulary. Effectuating. Расширь свой словарный запас. Осуществление. Разберем следующее слово из его цитаты. Depth. Глубина. Может использоваться как в определении глубины озера, реки, прямое значение слова, так и в выражении способности человека серьезно глубоко мыслить. Depth. 60 метров. Depth. 60 метров. Глубина 60 метров. The depth of faith. The depth of faith. Глубина веры. Слово perception означает восприятие. Думаем, тут комментарий ни к чему. Reality or perception. Perception works for me. Reality or perception. Perception works for me. Реальность или восприятие. Восприятие работает на меня. Фух. Это было интересное видео. На самом деле, пока мы копались в материале, то нашли очень много полезного. Поэтому решили разделить ролик на две части. Ставь лайк, если ждешь выхода второй. Ну а между просмотром наших видео читайте статьи Школы English Show, подписывайтесь на наш канал и обязательно приходите на бесплатный урок. Вам нужно open up свои возможности, а мы с удовольствием поможем вам в этом. С вами был Голос English Show. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok